МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, уровень загрязнения воздуха в Бийске и Барнауле, несмотря на сильные морозы, пока не превышает допустимых норм, сообщили нашим новостям в Алтайском гидромедцентре. Но уже завтра, по словам специалистов, минусовые температуры будут способствовать накоплению вредных веществ в воздухе. Из-за этого в отдельных районах Барнаула и Наукограда может быть превышено содержание оксида углерода, который крайне вреден для здоровья. Вещество может стать причиной развития болезней дыхательных путей. Врачи советуют людям, страдающим болезнями бронхолегочной системы, по возможности меньше находиться на улице. Несмотря на то, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, барнаульцы уже несколько дней наблюдают дымку над городом. Причина не только печное отопление в некоторых районах Барнаула, но и выхлопные газы личного и общественного транспорта. Решить проблему отчасти мог бы переход автовладельцев на машины на электрической тяге. Но вот, кстати, их уже сейчас в Барнауле становится все больше. Конечно, Алтайский край по этому показателю еще далек, к примеру, от Москвы или Приморья. Но эксперты уверены, что совсем скоро розетка рядом с бензоколонкой станет нормой. Экономическую и экологическую выгоду использования электрокаров посчитал Андрей Дрейр. Кирилл Ермилов сегодня не смог завести свой автомобиль. Казалось бы, в минус 40 это обычное дело, если бы не одна деталь. Двигателей в этом автомобиле нет. Год назад Кирилл приобрел электрокар. Он тоже отказывает на морозе. В этом, похоже, они с привычными машинами, а вот различаются тем, что от последних авто не требует бензина. На топливе Кирилл сэкономил за год около 30 тысяч рублей. То на этой машине за этот же период я затратил всего лишь 6 тысяч рублей на электричество. Конечно, многие могут сказать, что автомобиль на батарее неудобен, ведь заправлять его негде. Действительно, в Барнауле практически нет инфраструктуры для подзарядки электрокаров. Но этот вопрос решается просто. Вот смотрите, кто имеет Nissan Leaf, сразу имейте в виду, что вам нужно будет вот такой вот скворечник на дерево прибить с проводом, который уходит в квартиру. Помимо экономики есть и экология. Мы задались вопросом, можно ли перевезти на электротягу общественный транспорт Барнаула. Многих автоперевозчиков вопрос удивил. Внятного ответа мы так и не услышали. А ведь выхлопные газы автобусов – одна из главных причин, нависающей над городом дымки. В Горэлектротрансе такую идею уже пытались воплотить жизнь. В 2012 году в этом депо появились автономные троллейбусы. Практически автобусы на электротяге. Только на остановке такие сейчас не встретишь. Проект так и не реализовали в полной мере. И в Горэлектротрансе нам не рассказали почему. А вот что касается личного транспорта, то автоэксперты уверены – тенденция приобретать авто на электрозаряде наберет обороты очень быстро. Мое мнение, что года через три автомобиль чисто на электрической тяге станет данностью. То есть их не будет, конечно, больше, чем в двигателе внутреннего сгорания. Но это уже будет не экзотикой. Отчасти это мнение подтверждает и статистика. Еще пару лет назад в Барнауле было всего пару электрокаров. Сейчас их уже 30. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Николай Шелко. Наши новости. Новый учебный центр машиностроения и точного земледелия появился в аграрном вузе края. Будущие агрономы и инженеры теперь практикуются прямо в стенах альмаматора, а не на предприятии. В распоряжении студентов 20 новинок первоклассной сельхозтехники и оборудования местного производства. Накануне Дня науки в центре побывал губернатор края Виктор Томенко. Пообщался с молодыми учеными и оценил ультрасовременное оборудование. 24-летний Даниил Яковлев – аспирант аграрного университета. Полгода назад переехал на Алтай из Якутска. Здесь продолжил обучение по специальности – механизация сельского хозяйства. Он знает на зубок, как правильно обработать почву перед посевом и получить отличный урожай. Кто-то же должен этим заниматься. Да, все мы кушаем хлеб и нужно это продвигать, потому что сейчас в связи с тем, что санкции у нас в отношении нашей страны применяются всячески, поэтому мы должны заниматься именно механизацией, поскольку уровень сейчас немножечко отстает от иностранного у нас. И вот я считаю, что это главная задача для нашего государства. После аспирантуры молодой человек останется в университете преподавать. Тем более процесс обучения становится все интереснее и совершеннее. В начале января на базе вуза открылось два учебных центра – аграрного машиностроения и точного земледелия. В распоряжении студентов суперсовременная техника, предназначенная для почвы и зернопереработки, посева и сенозаготовки. Множество сегодня установок, которые нам предоставлены, они сделали по спецзаказу. Это действующие установки, которые реально включены в образовательный процесс. На них можно пощупать, отрегулировать, настроить ту же сейвку, ту же почвообрабатывающие орудия, тоже те же системы высева, которые сегодня мы демонстрируем. Все это можно, как говорится, делать своими руками здесь. К примеру, эта машина, можно сказать, фотографирует зерна, что позволяет в считанные секунды отделить хорошие от плохих. С интересом за новой техникой наблюдал и губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что внедрение цифровых технологий в учебный процесс – очень перспективная вещь. Это то, что может шаг за шагом привести к тому, что специалисты, которых сегодня у нас пока что единицы, специалисты будут наполнять кадровый потенциал отрасли. И мы сможем на этой основе уже повсеместно такие подходы, такую технологию внедрять. Кстати, учебные центры появились благодаря местным предприятиям. Они отремонтировали павильон и предоставили оборудование. Спонсорские вложения измеряются десятками миллионов рублей. Сейчас здесь учатся почти 200 студентов, а с февраля на базе центра будут организованы курсы повышения квалификации почти для 100 человек. Валентин Аскер, Андрей Печоркин. Наши новости. Министр финансов Алтайского края Владимир Притупов скоро покинет регион. С 11 февраля он перейдет на работу в аппарат правительства Российской Федерации в Москве. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию накануне подписал губернатор Виктор Томенко. Сейчас Притупов в отпуске. Вот, кстати, чиновнику удалось поработать при четырех губернаторах. Александре Сурикове, Михаиле Евдокимове, Александре Карлине и Викторе Томенко. Временно исполняющим обязанности министра финансов края назначен его заместитель Данил Ситников. Известно, что ему 42 года. Он кандидат экономических наук. В Минфине работает 20 лет. Продолжен. Бийских чиновников могут привлечь к ответственности из-за отравления семьи угарным газом. Трагедия произошла на днях. В аварийном доме сломался дымоход. Весь дым начал поступать в помещение. Женщина и двое ее маленьких детей отравились газом. Сейчас они находятся в реанимации. Ведь квартирный дом разрушается буквально на глазах. Он был построен еще в 1904 году. Об этом жители не раз жаловались чиновникам Бийской администрации. Но ни одну из семей так и не переселили. В рамках проверки будет дана правовая оценка должностным лицам администрации города Бийска, в чьи обязанности входит контроль за состоянием аварийного жилого фонда и своевременным переселением жильцов. Добавим, что на данный момент в Бийском реестре аварийного жилья 78 ветхих домов. Прокуратура Алтайского края потребовала от властей решить проблему изношенности коммунальных сетей. По оценкам экспертов, половина водопроводных и четверть тепловых сетей Барнаула полностью изношены и требуют замены. Только в прошлом году в крае произошло порядка 200 коммунальных аварий. Вот только представьте. Прокуратура обязала Минстрой края управления по промышленности взять на контроль действия коммунальщиков. С нового года с приходом морозной погоды сети стали рваться еще чаще. 30 января из-за порыва теплотрассы в районе завода «Ротор» без тепла осталось 220 жилых домов, а также 17 социальных учреждений и 30 административных зданий. В этот же день без воды оказался почти весь индустриальный район. Водой из-за аварии на водопроводе затопила проезжую часть. Пришлось менять маршруты троллейбусов, трамваев и автобусов. Аварии устраняли весь день. Он нарушил не только уголовный кодекс, но и священное писание. В Барнауле задержали мужчину, который воровал пожертвования в храмах и церквях. Причем гастролировал по всей стране. Оказалось, что преступник занимался этим промыслом два десятка лет и завершать свою карьеру на Алтае он не собирался. Анастасия Дороган познакомилась с ним. 24 года в профессии. Почти заслуженный работник криминального мира с узкой специализацией. Вор в церквях берет паузу в карьере. А вы православный? Угу. Получается, вы верите в Бога и обкрадываете его дом? Бог, может быть, и дает. Проникал под видом прихожанина в церковь. И, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, отверткой вскрывал урну для пожертвования, откуда похищал денежные средства. Мужчину задержали при попытке очередного воровства. Он засветился во время кражи в других монастырях Барнаула. Действовал не торопясь и с оглядкой на прихожан. В своем пути на юг России проделал бы это еще не раз, но попался. Кстати, не впервые. За 24 года своей деятельности уроженец Иванова уже бывал судим. Говорят, таких специалистов мало даже в криминальном мире, хотя само воровство в церкви фиксировали не раз. Некоторые и так переживают, что на всякий случай крестятся. Доступность позолоченной отвори и легко вскрываемых урн – вот что подстегивает воришей заходить в храмы. Например, в Никольской церкви, где и задержали преступника, урну для пожертвований вообще ничего не держат. Видеокамер нет, в порядок на плечах прихожан. Но они, бывает, стоят возле урны, так мы следим, когда... По словам служителей, это не первая попытка воровства, но к преступлению здесь относятся понимающие. Не укради одна из заповедей, соблюдать ее непросто. А вору нужно раскаяться, ведь все вернется бумерангам. Кража в Доме Божьем, в храме, то, что не принадлежит даже человеку, а принадлежит Богу, и эти вещи, они какие-то церковные утвари, они были пожертвованы кем-то, это называется уже по-другому. Это называется, ну, святотатство. Вот, оскорбление святыни, осквернение. Будет ли этим наказанием очередной срок, пока неизвестно. Возможно, к алтайским случаям прибавят эпизоды в других регионах. Меру пресечения церковного вора правоохранители озвучат позже. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Они не наряжают елку, а на праздничный стол обычно готовят пельмени с различными начинками. Сегодня по восточному календарю наступил год желтой земляной свиньи. Как барнаульские китайцы отмечают свой самый любимый праздник и удается ли им сохранять традиции вдалеке от родины, выясняла Елена Кузовкина. Сегодня на кухне общежития технического университета ароматы особенно стойкие. Нашу съемочную группу предупредили заранее пропахните с ног до головы. Оказалось, что все это буйство специи устроила всего лишь одна девушка с русским именем Клава. Это китайский соус. И это пропаха для курицы. И без этих ингредиентов это блюдо не получается. Студентка технического вуза, которую на самом деле зовут Мэн Тин, готовит угощение по семейному рецепту. Говорит, на родине в китайской провинции курицу с картошкой все очень любят. А вот чем это блюдо отличается от нашего, девушка ответить не смогла. Лишь вновь указала на пряные специи, купленные на китайском рынке. Пока новогоднее кушанье томилось на плите, мы решили заглянуть в одну из комнат, в которой живут китайские студенты. Ошибиться адресом невозможно. Уже на входной двери поздравления с Новым годом. Из уважения к русским товарищам на двух языках. Китайские студентки наряжают комнату. Гирлянды, мишура и шарики. В этом наши традиции совпадают, как и в том, что Новый год – семейный праздник. В этом празднике вся семья собирается вместе и вместе смотрят телевизор по новогоднему номеру. И вместе есть переменные вкусные блюда. Для них это самый долгожданный и продолжительный праздник в году. Нынче он продлится до 19 февраля. Позволить себе отдыхать столько времени барнаульские, китайские студенты не могут, а потому очень скучают по дому и родным. Клава закончила колдовать на кухне. Через несколько минут в этой комнате станет значительно многолюднее. Китайские друзья заберутся со всей общаги, чтобы продолжить отмечать Новый год. Что собственно и означает – ужин готов. Давайте праздновать с Новым годом. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде. Это сейчас актуально как никогда. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В среду на территории края морозы немного ослабеет, но, увы, лишь на сутки. Холоднее всего в Рубцовске и Тальменке. Там до 29 ниже нуля. В Белокурихе – 26, 25 в Бийске. В Барнауле переменная облачность. В ночное время до 28 мороза. Днем – 21 со знаком минус. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.